В Казахстане зафиксировано не менее 35 случаев заражения коронавирусом. В стране объявили карантин с блокпостами полиции. В Беларуси не понадобилось закрывать границы, потому что границы заперли все соседи. А в России, где только за сегодня выявлено более 30 новых случаев коронавируса, пока никаких мер по массовой изоляции граждан не предпринимают. Но граждане начали изолироваться самостоятельно. Многие перешли на дистанционное обучение, а крупные офисы разрешили сотрудникам работать из дома. А молодые люди сделали все, чтобы изолировать старших членов своих семей. Подробнее Мария Лекух. Продуктовая паника дошла до России. На фоне заявления руководства, что продукты есть и жесткого карантина не будет, граждане принялись очищать магазины от макарон, гречки, консервов и средств гигиены. А вот туалетная бумага, в отличие от всевозможных круп, пока в большинстве магазинов есть. Власти страны объявили, большинство заболевших – туристы. То есть внутренней эпидемии в стране нет. У нас, слава богу, пока нет такого масштаба, как в некоторых других странах. У нас 93 или 96 выявлено гражданных. А в других странах счетов на тысячи. Поэтому для того, чтобы у нас не было так, как там происходит, где ситуация неблагоприятная, нужно, конечно, упреждающе начинать работать. Однако граждане тоже умеют сравнивать статистику в разных странах. И не все доверяют власти. Ведь только в Москве работают три больших международных аэропорта, в которые и сейчас прибывают пассажиры со всего мира. К нам сейчас обращаются пациенты для того, чтобы уточнить информационный характер именно коронавирусной инфекции. Российские чиновники продолжают называть коронавирус пневмонией – заболеваемость, которой в последние дни резко выросла, отмечают московские медики. Объявленное только сегодня закрытие учебных заведений с 23 марта по 12 апреля власти назвали длинными каникулами. То есть до 23 марта все будет работать как обычно, хотя мэрия Москвы оставила посещаемость на усмотрение родителей. Но заболевание фиксируется в учебных заведениях прямо в центре столицы, о чем вчера сообщил муниципальный депутат Илья Яшин. Коронавирус добрался до нашего Красносельского района. Диагноз подтвержден у учащегося школы номер 1284 в Уланском переулке. Здание школы закрыто на карантин. Тестов собственного производства в стране не хватает, а саму пробу делают два дня. Китайские аналоги, дающие быстрый результат, которые были готовы купить благодворительные организации, не сертифицированы. Покупка таких тестов грозит тюрьмой. Поэтому на выявление заболевших уходит очень много времени, а тесты и сейчас делают только тем, кто вернулся из Европы или Китая. Апдейт вызвал скорую. Внимательно осмотрели, но делать тест на COVID-19 отказались, потому что, внимание, Америка не в списке опасных стран. Список явно составляли люди, которые ничего не знают про Америку. Зато обещали прислать участкового врача, чтобы тот прописал противовирусную терапию. Чую, орбидол с амиксином пропишут. Роспотребнадзор только сегодня порекомендовал пенсионерам не ездить на общественном транспорте и не ходить в магазины. Ни о каких запретах выходить из дома, несмотря на панические слухи, речи не идет, сказали в московской мере. В Казахстане сегодня объявили о начале полноценного карантина в Алма-Ате и Нур-Султане. На въездах там поставили блокпосты. Личный состав органов внутренних дел переведен на особый режим несения службы. Основная задача органов внутренних дел – это охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан. Вторая немаловажная задача – это охрана особо важных государственных и стратегических объектов. С сегодняшнего дня в закрытые города смогут въехать только те, кто там живут, а также лица, необходимые для обеспечения жизнедеятельности. В Белоруссии коронавирусом болеют сейчас более 50 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны. Однако Александр Лукашенко уверен, что ситуация нормальная и поводов для беспокойства нет. Главу Белоруссии больше беспокоит экономическая ситуация. Наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границы с Белоруссией. Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто должен от кого закрываться? Вопрос риторический. Вот до сих пор белорусы просто молодцы. Самый жесткий карантин сегодня введен в Украине, где зафиксировано 14 заболевших, двое из которых умерли. Там до 3 марта запрещены работы метро, а также междугородних и межобластных пассажирских перевозок по всей стране. Мария Лекух, Белсад.